Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 22 апреля, несмотря на то, что сегодня ночью было минус 5, а всего лишь вчера, всего день назад было минус 14, я пришла, чтобы продолжить высадку томатов в уральскую легенду. С чего я начинаю? Ну, как обычно, делаю луночки. В отличие от этого ряда центрального, где у меня были по одной штучке высажены непарно, здесь я буду высаживать 2 томата в одну лунку. В конце видео сяду, расскажу подробнее, какие сорта выбрала, почему по 2. Ну, сразу скажу, именно по 2, потому что они совсем другие, они не мощный куст, они не такие, как бы... Ну, короче, тут не томаты-гиганты. Тут будет ряд смешанный, половина будет редких коллекционных, а половина будет наших переростков, оставшихся еще с ранних посевов, потому что, не знаю, рука не поднялась выбросить их, и вот я сегодня их притащила, вместе с плодами буду высаживать, вместе с цветами. Короче, это все вот мои, тут опять же, любимый праздник, батяня. Так как они дадут урожай намного раньше, чем те, которые вот сейчас в стаканчиках, я все-таки несколько штук больших сюда решила высадить. Несмотря на то, что недавно были морозы, смотрите, приходится работать тут жара, приходится работать с открытыми форточками. Конечно, страшновато, что продует, но температура, видите, почти 30 градусов. Я вся 7 потов уже пролила, и сильно проветривать-то страшно, потому что им нужно тепло, и потому что сегодняшняя ночь снова будет холодная. Вот нас болтает из крайности в крайность. Днем тут очень жарко, ночью здесь холодно. Следующая ночь опять будет, но у нас еще 3 ночи, 0-1, а потом будет тепло. Но когда будет тепло на улице, плюс 8, даже плюс 18 там есть, тут же работать днем будет невозможно, поэтому я стараюсь, даже тороплюсь высадить до наступления тепла. Они как раз здесь адаптируются, приживутся. Сейчас начну высаживать и буду вам постепенно все показывать. Но опять сразу добавлю, что так как здесь грунт свежий, в котором не возился еще ни один огородник, я здесь никаких минеральных удобрений не добавляю. Добавляю по ложке рыбной муки и по ложке золы. Другая ситуация будет в другой теплице на улице, где у меня много лет растут томаты на томатах, там будут другие добавки, но об этом я буду говорить тогда, когда буду высаживать там. Вот в данный момент, вот здесь, самые благоприятные у них условия, свежий грунт, поднятые грядки, все тут кругом, утеплитель, вот этот вот, тут слой пятерки, 5 сантиметров доски, 5 сантиметров утеплителя пеноплекса, потом еще воздушная подушка, потом еще этот сам поликарбонат. Ну короче, за этих томатов я не расстраиваюсь, я думаю, что при таких условиях тут они переживут любой холод. Вот новеньких принесли, подносим контейнерами, очень много рассады, готовые к высадке. Высаживаю так же, как и центральный ряд, по сухому, то есть добавили добавки, перераспушили, сделали углубление и вставили стаканчики. Сейчас я сильно-сильно полью, когда вода уйдет туда, ой, двой хвостка, и потом я сухой землей сверху прикрою. Корневая система прекрасная. Вот это вот у нас говядина с куста. Она, смотрите, какая коротенькая, прям такая коренастенькая, хорошая рассада. Еще не вытянувшаяся и говядина с куста, и дальше здесь, ой, какая красивая задница обезьяны. Тоже, смотрите, вот такая вот с толстыми такими стволиками. Но рассада еще пока что не потеряла своего качества, не ухудшилась все. Начинаем высаживать при начальной температуре всего 12 градусов. Но так, как видите, жарко и даже фурточки открытые не помогают. То верхний слой, там, где у нас стаканчик, мы же не очень глубоко к корню, вглубь полезут дальше, потом, уже через несколько дней. Пока вот тот слой, где мы располагаем, он сейчас прогреется очень быстро, сегодня-завтра. И пока они примутся, как раз будет 15 градусов, столько, сколько нужно. Томатики высадились в лунки, и вот теперь эти лунки я прям до полного наливаю водой. Как всегда, я повторяю, что благо задел при высадке должен быть большой. Потому что, во-первых, нам сюда неудобно ходить из дома, воду носить, поливать. Во-вторых, это обеспечит, развяжет руки на целую неделю. Ну, дней несколько, хотя бы не нужен им будет полив. И вот так по всей строчке я буду поливать, поливать, поливать. А так как у нас условия еще не везде подходящие для томатов, то есть в необогреваемые теплицы мы высадить не можем, то тут свободные места сразу же занимают. Томаты, которым места здесь, конечно, не достанется, но которые будут вот здесь вот, опять у них будет новый зал ожидания, они будут пережидать, будут ждать того времени, когда в необогреваемых теплицах условия создадутся комфортные, нормальные. Когда там и грунт прогреется, когда все там будет хорошо. Мы еще, конечно, не готовили, не копали ничего. Его пока что высаживаю в теплицу с обогревом. Вот этот способ высадки, о котором я сейчас вам говорила, как сейчас я высаживаю в данный момент, он самый-самый простой, потому что рассада не переросшая, я ее ни с заглублением, ни лежа никак. Так, просто делаю лунку, высаживаю два сеянца. Сейчас они пока адаптируются, будут стоять в окружении вот этих томатов, которые пойдут в следующую теплицу. Потом, на следующей неделе будет тепло, мы все эти томаты уберем, и они останутся как раз уже привыкшие к этой атмосфере, уже укоренившиеся. Можно будет ставить колышек или подвязывать на шпалеру, и все, будут они здесь жить. Все очень просто. Выкопала лунку, вставила туда вот этот с земляным комом томат, полила, прикопала, и все. Ну все, вот еще одну грядку я высадила, осталась у нас вот эта сторона, но тут придется ждать два дня, потому что у нас сейчас ноль ночью, девать нам их пока некуда. А веселая помидорка лайкуша напоминает вам. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. Это поможет продвижению канала, и будет автору очень приятно.